Английский структурный метод изучения – это когда вы для развития навыков разговорной речи самостоятельно составляете однотипное предложение по какой-нибудь структуре. Английский глагол имеет три формы – правильные и неправильные глаголы. И на экране вы видите три формы неправильного глагола – to break. To break – первая форма – ломать-разбивать. Broke – что сделал? Поломал-разбил – завершённое действие в прошлом. Broken – разбитый-поломанный. Breaking – ломая-разбивая. Я добавила четвёртую форму глагола с окончанием –ing, потому что нам необходимо составлять предложение. Итак, to break – broke – broken – breaking. Самая лёгкая форма – это вторая, потому что мы можем использовать слово broke только для утвердительных предложений про вчера, три дня назад или когда действия происходят один за другим. Он разбил вазу вчера. Я беру вторую форму. He broke the vase yesterday. И в чём заключается английский структурный метод изучения? Что я тут же беру формы неправильных глаголов, выбираю вторую форму, и по структуре, которая у меня есть, «he» и вторая форма глагола, составляю предложения утвердительные. To read – read – read. To read – читать. Read – вторая форма – прочитал. Он прочитал книгу вчера. He read the book yesterday. Писать. To write – wrote – written. Wrote – вторая форма. Он написал письмо вчера. He wrote – a letter yesterday. Ловить – to catch – caught – caught. Он поймал птицу вчера. He got a bet yesterday. И таким образом вы составляете как можно больше предложений по одной и той же структуре, используя одну и ту же табличку неправильных глаголов, но меняя структуры. Хочу напомнить ещё, что вторая форма глагола также используется для предложений утвердительных, когда мы описываем события один за другим. И здесь можно составить, используя вторую форму, только два типа вопросов со словом «кто» и со словом «что». Например, «кто разбил?» и «что разбито?» Вы были на канале «Английский структурный метод изучения». Успехов в изучении английского языка!